Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Фолосовская Мива, ведущий я, Дмитрий Круглых, и сегодня мы с вами поговорим о том, как нас обманывают консерваторы, ну и обманывают ли они нас вообще, как в обществе зарождается преступность и что подливает масло в огонь, чтобы преступности было больше, и поговорим, насколько с этим связаны процессы инфоцыганских всяких коучей и так далее, как инфоцыгане работают на дестабилизацию общества в целом, и будет неожиданная достаточно тема, мы с вами обсудим кулинарно-кондитерское шоу Мастер Шеф, поэтому присаживайтесь поудобнее, это наша с вами постоянная рубрика социология, которая до этой недели у меня выходила по вторникам, вот сейчас я решил с изменением расписания чуть на своем канале сделать как раз по средам, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые видео, ну и подписывайтесь, там у меня всякие разные ссылочки есть, там телеграм-канал, ВК, в общем, куда вам удобнее, туда подписывайтесь и садитесь, мы с вами будем разбирать очень-очень большой сложный клубок того, как общество существует по Роберту Мёртону. Вообще надо сказать, что Роберт Мёртон достаточно известный американский социолог, который прожил в 20 веке долгую жизнь, 92 года, занимался как раз исследованием обществ и занимался состоянием аномии, то есть состояние, когда общество дестабилизировано, то есть на самом деле о состоянии аномии писал и Дюргейм в своих работах, у меня, кстати, есть видео по Дюргейму, можете посмотреть, но Мёртону его интересовало, как вот эта вот аномия, как состояние разобщенности общества вообще в целом само по себе может происходить, и начинает он, конечно же, с того, что говорит о том, что у нас есть, называется, передаем привет Аристотелю, цели и средства, то есть мы с вами, так или иначе, общество в целом вырабатывает какие-то определенные цели, намерения, интересы, вот, да, у нас есть намерения, интересы, это всё превращается, ну, можно так сказать, что это всё превращается в наши цели, то, чего мы хотим достичь, то, чем мы хотим стать, и второе, это, конечно же, институции, которые, по-хорошему, хорошо работающим обществе должны нам как раз вот это вот, скажем так, обеспечить то, чтобы мы к этим интересам, мы к ним пришли, для того, чтобы мы в обществе смогли реализоваться, и есть контролирующие нормы, которые вот в этих институциях существуют, то есть, во-первых, это предписываемые, то есть то, что нам предписано делать, это предпочтительные, то есть то, что возможно сделать, да, и когда у вас есть вариация, то есть вот вы выбираете несколько путей для реализации того, как вы можете это сделать, дальше разрешенные и запрещенные, да, то есть то, что есть запрещенное законом, да, есть то, что законом разрешено, соответственно, вот здесь есть такой момент, что общество может, скажем так, отклониться от нормы, то есть вот давайте себе представим в вакууме идеальное общество, где у нас есть намерения, интересы, цели, и мы к ним идем, верным путем идем там в светлое будущее, вот давайте представим, мы все с вами идем в светлое будущее, прекрасно, замечательно, и у нас есть институции, вы знаете, как они работают, как они действуют, вот, например, вы хотите стать кандидатом наук, ученым, большим-большим ученым, хотите стать, хотите сделать какие-то открытия в своей жизни, вот, вы поступаете в университет, вы там, соответственно, работаете, получаете признание, если хорошо работаете, это тоже очень важно, вы там получаете признание, дальше Нобелевская премия, все, ваша жизнь сложилась, ваши цели достигнуты, вы принесли цель обществу, но бывает так, когда иногда цели предпочитают гораздо больше, чем средства их достижения, то есть, вот, как раз плюют абсолютно на то, то есть, на институции, которые сами по себе могут функционировать, и вот здесь, конечно, мне очень хочется привести пример о телешоу-кондитер, да, мастер-шеф, или как так примерно называется, недавно шоу было отснято, очень интересно, как раз, потому что там ставится цель, вот, как ее достигнуть, типа, придумайте сами, и вот, что еще мне было в этом шоу достаточно интересно, это то, что из серии, как, то есть, там им из серии, вот, я сейчас, конечно, очень сильно утрирую, а вот вам что-то очень легко испечь торт, поэтому, пожалуйста, мы вам сейчас завяжем глаза, мы вам сейчас свяжем руки, вот, пожалуйста, вы вот ртом там переносите какой-нибудь сахар, или еще что-нибудь, я, конечно, очень сильно утрирую, но, по сути, это так, и там очень есть интересный, был интересный персонаж, ее вроде бы выгнали, ее звали Натали, вот, и Наталья в какой-то момент, она такая, она говорит, я хочу достичь победы, любой, вот, вот у нее есть как раз цель, вот у этой Натали, и дальше она как раз начинает дестабилизировать все общество в целом, потому что, да, то есть, там у них задание следующее, вот, пожалуйста, вы должны побежать и набрать то, что вам нужно, Наталья себе схватывает вообще все, и другим уже дальше не отдает, к чему это приводит, то есть, это, знаете, как такой вот хороший учебник по социологии, можно посмотреть, как общество дальше вокруг вот этой вот Натали, которая поступает в, скажем так, достаточно нечестном по отношению к другим участникам, как общество начинает ее сразу выкидывать, они против нее начинают, так, скажем так, они начинают вокруг нее выстраиваться, ну, в некоторую оппозицию, она становится изгоем, то есть, это достаточно такой классический прием, то есть, вот, мы как раз видим цели, но не видим институции, то же самое может вообще происходить с обществом, есть какая-то цель, и неважно, как мы ее достигнем, то есть, вот, любыми вообще правдами, неправдами, и, соответственно, общество может стать точно таким же изгоем. Дальше, общество может быть тоже ненормальным, когда оно направлено на институты, то есть, они немножко путают, да, общество, общество случаются такие, знаете, затумнения, когда, например, у нас происходит следующее, то есть, у нас есть какая-то цель, но вместо цели мы ставим институции, то есть, ритуализированность, определенная практика и так далее, она становится важнее, чем цель, то есть, вы начинаете терять цель, ну, вы зачем-то существуете, но непонятно зачем, вот, соответственно, вы как раз ставите себе какие-то институты, какие-то социальные практики именно самоцелью. Но, при этом, что происходит, вот, если мы как раз поговорили о том, что если говорить о целях и забывать об институциях, то происходит следующее, то вот как раз можно потерять моральный облик и общество разваливается достаточно быстро. Точно так же, если вы, например, то есть, есть свои плюсы в том, что вы начинаете концентрироваться на социальных практиках, которые у вас есть, то есть, у вас может быть, например, это гарантирует, да, то есть, то, что вы выстроили какой-то социальный институт, гарантирует социальную стабильность, но при этом вы теряете гибкость. Вот этот вот момент тоже очень важен. И следующий этап возникает священное общество. То есть, это, вы знаете, общество, которое следит за ритуалом больше, чем, собственно говоря, чем нужно. То есть, в религии нет ничего плохого. Но вот тут начинается вот этот вот вопрос о том, когда люди абсолютно, знаете, вот верят, они даже, там, неважно, какая религия, это может быть ислам, это может быть христианство, они такие говорят, да, мы верим в Бога. Дальше их спрашиваешь, а читал ли ты Библию, Коран и так далее. Зачем? У меня родители верят, вот мы на Пасху ходим, там, Рамадан отмечаем, ну, в зависимости от религии, там, еще что-нибудь. Просишь там, например, символ веры расскажите, пожалуйста, ваш. Такой символ веры? А что это такое? Вот, ну и так далее. То есть, уже непонимание, да, начинается непонимание, зачем это существует. То есть, ну, вот мои родители верили, и я, соответственно, верю. А Библию, Коран там и так далее читать не надо. Спойлер. Любые религиозные произведения читать и знать их очень важно, и это всегда интересно. Вот, поэтому читайте. Вот, но есть такой тип людей, то есть, вот это вот все превращается как раз в священное общество. Книг не читали, мы вообще не понимаем, зачем это существует, но дальше там вот эта вот идея священности. Мы такие священные, вот, потому что мы правильно совершаем ритуалы. Через что это происходит? Это как раз происходит через потерю гибкости. И более того, тут же священное общество, оно начинает приобретать черты неофобии. То есть, когда человек начинает бояться, ну, просто абсолютно всего нового. То есть, он не способен, вот, обратите внимание, это как и такой, знаете, мой вам человеческий совет, так и совет социальный. А зачем нужно нормальное общество? Для того, чтобы оно было гибким, если какие-то вдруг цели или еще что-то резко начинают меняться. То есть, общество, в котором четко поставлены цели, в котором четко настроены институты, да, которые вот работают и так далее, они в первую очередь, они могут быть гибкими. То есть, они не такие, не говорят, что вот наши институты, они определяют цель. Цель определяет институты. И именно поэтому, скажем так, их выживаемость, она будет больше и лучше. То есть, выживать будут те общества, которые являются более гибкими. Обратите внимание, это тоже самое, что касается людей. То есть, человек может, да, вот упереться, но я думаю, что вы, может быть, сталкивались с такими. Это вот какие-нибудь догматики прям очень-очень жуткие. И они не способны сделать шаг вправо, шаг влево, потому что у них есть своя определенная доктрина. И они вот по ней чешут. Дали, условно говоря, некоторую методичку, некоторую книжку, по которой вот надо все рассказывать. Вот они, не включая свой мозг особо, вот они, соответственно, по этой методичке-то все и рассказывают. Но проблема в том, что когда, скажем так, наступает реальная какая-то ситуация, в которой непонятно, как действовать, именно для этого нужны институты, стабильные, социальные стабильные институты, которые будут работать. И вдруг, если один социальный институт рухнет, чтобы другой был всегда на подхвате. То есть, вот это вот вещь, которая, в принципе, должна работать. И, конечно же, он говорит о том, что вот это вот, скажем так, достижение цели, оно должно быть приемлемо. То есть, когда мы за пределы выкидываем силы, обман и власть. Да, я понимаю, это очень такая, знаете, идеально утопичная концепция. Но, по большому счету, общество вообще должно стремиться к тому, чтобы отказываться от применения силы, от применения обмана, об чрезмерном использовании власти. То есть, это вот все, скажем так, выставляется за борт как средство, как способы достижения каких-то целей. То есть, чаще всего это запрещается. Сила, да, вот это вот чрезмерное использование власти, обман, хитрость и так далее. В здоровом обществе, запомните, этому нет места. Да, и более того, психически уравновешенные люди, они не будут пользоваться силой, кулаками, там, ну и прочее, прочее, прочее. Вот, они все-таки будут именно через язык, именно через разговоры и через дипломатию. Поэтому вот здесь как раз вот этот вот момент, который у нас есть. И при этом само общество, оно должно получать удовольствие от того, что, от цели, которую оно видит, и, соответственно, от институтов. То есть, смотрите, у вас есть, например, как, я не знаю почему, вот у меня сегодня, давайте, да, у нас сегодня с вами будет большая цель, это получение Нобелевской премии. Вот у вас есть, вы долго-долго упорно работаете, чтобы получить Нобелевскую премию, и вы, наконец-то, ее получаете. Получаете вы, ли вы от этого удовлетворения? Да. Получаете ли вы, вы, да, спойлер, да, здесь тоже, должны ли вы получать удовольствие от процесса? Да, безусловно. То есть, если вы не получаете удовольствие от процесса, от работы, ну, это, скажем так, говорит о том, что работа, ну, мягко говоря, не ваша. То есть, если вы понимаете, что работа над вами издевается, если вы понимаете, что цель того не стоит, да, или у вас, например, допустим, цель разбогатеть, стать достаточно богатым и так далее, но при этом вам приходится делать какие-то вещи, которые для вас морально неприемлемы. Тогда, да, это вот разговоры о том же самом. Поэтому для общества вообще нормально, вот когда мы, смотрите, с вами говорим о понятии нормы, потому что, да, вот здесь очень такой большой момент, если мы говорим о появлении преступности, то у нас есть понятие нормы и понятие ненормы, да, то есть то, что будет как раз являться девиантным или отклоняющимся поведением. Вот теперь смотрите, обратите внимание, что в здоровом обществе вы должны получать удовольствие и от цели, и, соответственно, от того процесса, как вы идете к нему, да, или же, да, у вас, например, ваша цель это закончить вуз, для того, чтобы получить диплом, дальше пойти на работу, например. То же самое, вы должны в первую очередь получать удовольствие от учебы. То есть если вы не получаете удовольствие от процесса, вы должны быть им захвачены. Если вы не получаете удовольствие от процесса, то тогда образовательный процесс может быть выстроен не тем образом, ну, либо вы занимаетесь тем делом, которое вам не приходится по душе. Девиантное поведение, оно начинает преступное, вот в этом плане отклоняющееся поведение, оно, скажем так, девиантное поведение, они будут наблюдаться тогда, когда цели и способы расходятся. И очень важно понимать, что те, кто терпят поражение, они, соответственно, начинают менять правила игры. Обратите внимание, вот это, если в обществе не вписывается как раз преступность, если преступные какие-то действия, то преступность, к сожалению, сама может навязать свои правила игры. Как это было, да, ведь, достаточно недавно, в январе 24-го года, если я правильно помню, в Эквадоре, когда преступные картели в Эквадоре начали захватывать там и освобождать, соответственно, тюрьмы и прочее, прочее, прочее. То есть все институции, да, они начали рушиться, они там начали с захвата как раз телевидения и прочие, прочие моменты. Вот здесь ситуация следующая. То есть люди, которые потерпели поражение в определенных правилах игры, они объединяются и решают эти правила игры, собственно говоря, поменять. Мы не будем говорить о том, что, смотрите, вот здесь с темы поражения все будет достаточно сложно, потому что тема поражения, она не совсем будет связана с девиантным поведением, потому что, обратите внимание, вы можете быть очень-очень классным, вы можете очень много вджобовать, скажем так, вы можете очень-очень много усердно работать, и особенно если институции плохо, абсолютно плохо выстроены, вашу работу, ваше, скажем так, ваше терпение, ваше трудолюбие никто не заметил, не оценил, у вас тут два пути, либо пойти расстроиться и заняться чем-то другим, разочароваться в целях, которые были поставлены и так далее, либо у вас как раз есть немножко другое, это поменять все правила игры. То есть не делать уже так, чтобы это было несправедливо, то есть попытаться добиться справедливости. И вот тут всегда будет такой, знаете, ну достаточно сложный вопрос о том, насколько это правильно, просто в случае, например, с Эквадором, там будет понятно, что, условно говоря, будет, да, кто будет получать все плюшки, будет получать тот, кто сильнее, у кого больше власти, и, условно говоря, полное беззаконие. Поэтому, да, вот это, собственно говоря, людям в принципе, в целом будет достаточно невыгодно. Общество. Вот, девиантное поведение, это вот когда есть определенная цель, и вы ее собираетесь достигнуть, но, например, средства, средства, которые вы используете для достижения цели, они, например, незаконные. Ну, допустим, что здесь можно привести в пример? Деньги. О, да, как нас сводят и как нам постоянно рассказывают. Вот, и вот здесь я, кстати, хотел бы обратить внимание именно на инфобизнесменские проекты. Мне очень не нравится слово бизнес инфоцыгане, потому что оно стигматизирует цыган. Поэтому мы не хотим никого стигматизировать. Вот, поэтому давайте вот перейдем на термин инфобизнесмены. Так вот, вот эти вот самые инфобизнесмены, энергетические коучи и так далее, что они показывают? И вот здесь я еще хотел бы обратить как раз внимание, как раз Роберт Мертон, он говорит о, конечно, он говорит о проблемах Америки, но на самом деле, насколько оно может быть где-то перекликается вообще с общечеловеческим, потому что он говорит про три американские культурные аксиомы, которые есть. Давайте я их зачитаю, потом перейду к проблеме инфоцыган. Значит, что у нас есть? Всем надлежит бороться за достижение определенных целей. То есть вот все общество должно участвовать в игре «Собери денежку», «Собери монетку». «Стань богаче», «Стань круче». Дальше, текущая кажущаяся неудача – это всего лишь временная. То есть если вдруг у вас какой-то отказ на работе, еще что-то не получилось, это временно. То есть вы всегда должны просто стремиться ко всему. И, конечно, самая настоящая неудача – вы являетесь неудачником в Америке, если вы отказываетесь от своих амбиций. И вот Роберт Мёртон, он с этим не согласен категорически. То есть он говорит о том, что, ну да, не надо человеку навязывать то, что богатство является вообще самым главным, и делать это, скажем так, целью. Вот когда, особенно когда мы говорим про богатство, потому что, обратите внимание, что у нас не так с богатством, потому что богатство, оно обезличено. Обязательно напишите в комментариях, вот сколько вам нужно реально бабла для того, чтобы стать богатым, для того, чтобы делать все, что вы захотите. Сколько? Это какая-то будет зарплата. Ну, допустим. И Роберт Мёртон говорит о том, что, ну, если у вас есть зарплата, допустим, предположим, давайте какую-нибудь хорошую, давайте скажу, в принципе, зарплату, ну, такую среднюю, хорошую и так далее, какие-нибудь 50 тысяч рублей. Вот в какой-то момент вам захочется выйти на 55 тысяч рублей. Через какое-то время вам захочется 60 тысяч рублей. То есть вот это вот богатство, оно, в принципе, не имеет, то есть оно реально безлично. Богатство не имеет лица, и оно как будто бы бесконечно. И поэтому в погоне за денежкой ты как раз можешь потерять свою человечность. И вот это вот, наверное, здесь то, что получается, это на самом деле самое страшное. То есть человек, который, здесь тоже надо понимать, что ни в коем случае нельзя человека, который хочет отказаться от амбиции, ну, человек просто не амбициозный. Люди разные. Это не значит, что он плохой человек. Ну, например, да, он там абсолютно никуда не стремится. Его устраивает его жизнь. Это тоже абсолютно нормально. И вот как раз Роберт Мертон говорит о том, что подстегивать людей к получению богатства, ну, это самое... Это очень часто бывает как раз наталкивать их на какую-то, ну, скажем так, на преступную деятельность. Или же, да, то есть понятное дело, что если человек совершает преступление, он за это несет наказание. Но здесь надо понимать вот эти вот факторы. То же самое, как много лет подряд инфобизнесмены. Они, значит, вот этот, насколько вреден, условно говоря, этот миф, который они вокруг себя создают. Вот если вы обратите внимание на все инфобизнесменские прокачки, там, прогревы и прочее, 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 значит, у них история одна. Я, значит, из маленькой бедной семьи. Я вот, значит, там вложил свою первые 50 копеек. Мне дальше досталось 1 рубль. Я их вложил, я купил себе золото. И вот я уже разбогател. Я, значит, уже в дубаях. Ну и, конечно, очень смешно, особенно когда это говорят дети богатых родителей, что они из бедной семьи. У них вот такая вот замечательная история получается. Вот, а теперь обратите внимание, как на это отображается на обычных людях. Это приводит на самом деле к состоянию фрустрации. То есть, когда вы становитесь фактически парализованным. Потому что вот он рассказал такую историю, этот инфобизнесмен рассказал подобного рода историю, и вы в нее поверили. Ну как же не поверить, он показывает машины, он показывает яхты и так далее. А у вас семья, обычная жизнь. И вы, конечно же, хотите вот эту вот лухари, жизнь и так далее, роскошную жизнь. А они же еще говорят о том, что, о, это просто вселенная. Надо попросить вселенную, вселенная. Вот так вот она дает, она распахивает двери и так далее. Но тут будет, конечно же, вопрос. Да, почему оно так получилось? Если мы обратим внимание на большинство бизнес-коучей и так далее, то мы посмотрим и увидим, что это люди, у которых был уже стартовый капитал. И вот теперь, то есть они упрекая нищих людей в том, что они нищие, да вы просто не хотите стать богатыми. Да вы просто не хотите, да вот, вы просто жопу не хотите поднять с дивана. Вот вы такие ленивые. И это на самом деле очень большая проблема. То есть вместо того, чтобы делать какое-то реально полезное социальное дело, они начинают вот эту вот травлю. Естественно, что люди захотят после этого заполучить денежку любым способом. Вот обратите внимание, это называется, как дестабилизировать общество. Да, для этого вот нужно. Люди, которые не могут, вот это очень здесь тоже очень-очень важный момент. Люди, которые не могут реализовать свои амбиции. Ну, как бы прикольно, вы дети богатых родителей, все хорошо и так далее. Как бы у меня к вам претензий нет. Но зачем вы начинаете делать так, чтобы люди, да, которые, причем очень многие инфобизнесмены, они как раз еще занимаются каперством. Они начинают ставки, они такие говорят, вот, я вложился сюда, в этот там телеграм-канал, еще во что-нибудь, и вот, соответственно, у меня уже прибыль, вот у меня тачка и так далее. А потом все эти люди, которые поверили, которые искренне поверили в некоторый факт чудо. Здесь как раз, да, понятное дело, что пример с инфобизнесменами, это мой, но Роберт Мертон, он как раз об этом и говорит. Он говорит о том, что общество, которое дестабилизировано, в котором институции не очень хорошо работают, в них появляется вера в чудо. То есть, смотрите, что они, по большому счету, инфобизнесмены продают. Они продают как раз веру в чудо, они продают веру в то, что можно обойти правила, и при этом, естественно, они не концентрируются на социальной составляющей. То есть, они такие говорят, вот, у нас все получилось, потому что мы попросили Вселенную. Вот, и так далее. А вот вы тоже должны попросить Вселенную, но если у вас нет богатых родителей, вот об этом они не говорят, то у вас это не получится. Вот, поэтому это такой очень, скажем так, и вот то, что говорит Роберт Мертон у себя, это как раз то, что человек, он начинает относиться к себе, что он является каким-то не таким. Он является изгоем. Очень часто это толкает его к преступным действиям. Смотрите, здесь я тоже должен оговориться, что, понятное дело, есть люди психически нездоровые, маньяки. И да, вот все, кто, извините, пожалуйста, для меня все люди, которые кайфуют от насилия, которые желают другим насилия и так далее, которые упиваются кровью, ну, для меня это психически больные люди. Психически здоровый, уравновешенный человек не может упиваться физическими, психологическими страданиями других людей. Но это уже психологический аспект. Мы здесь говорим именно о социальной составляющей, потому что если психологические, психиатрические данные, они могут быть разные, то социологическая канва, она все-таки будет, ну, плюс-минус одна. И именно поэтому, да, вот когда начинается, если мы говорим про борьба за определенные цели, за определенное влияние, мы начинаем сразу же перенос критики общества на собственное я. Особенно, когда вот эти вот там звезды, условно говоря, да вот, меня официант, официант вообще, не человек и так далее, естественно, что любое сказанное слово, оно в обществе, особенно, да, если у нас с вами есть пути массового распространения вот этого слова, будет внутренний, да, говорит об этом Роберт Мортон, будет внутренний перенос критики вот этих вот амбиций, амбиций, да, или отсутствия амбиций на собственное я. И человек начинает самого себя критиковать. Дальше. Начинают сравнивать себя исключительно с успешными. Опять же, это тот порог, которому и я подвержен. То есть, я естественное дело, я человек, знаете, тоже во многом я смотрю, такой, эх, ну что же я по жизни это делаю не так? Вон у человека там 5 миллионов подписчиков, ну что же мне это делать? Вот, кстати, если вы хотите сделать полезное социальное дело, обязательно подпишитесь на мой канал и посоветуйте своим друзьям. Мне просто будет приятно. Вот, естественно, что если сравнивать себя только с успешными, потому что мы все разные, у нас разные особенности и разные абсолютно обстоятельства. Вы не знаете, какие обстоятельства были у другого человека. Вы точно так же не знаете, какие обстоятельства есть у вас, которые отличают вас от другого человека. И именно поэтому вы не всегда можете здраво оценить другого человека. и вот зависть, понимаете, с одной стороны, сразу скажу, что любые чувства, которые испытывает человек, это нормально, это тоже надо принимать. В зависти нет ничего плохого, когда мы начинаем говорить, ну, например, вот у человека 5 миллионов подписчиков, я хочу так же. Я буду тоже много-много стараться, и у меня будет хорошо, я дойду до этой цифры. А, например, хуже будет, что я сделаю все, чтобы дойти, и вы дальше начинаете себя грызть. Вы начинаете просто работать на износ. Вопрос, долго ли вас хватит. Вот это вопрос зависти и вопрос зависти о том, когда вы не можете повлиять. Когда вы можете повлиять, это одна история, но когда вы реально не можете ни на что повлиять, по большому счету, то это, конечно, вот история, когда вы просто сами себя постоянно травите. Это, знаете, вот эта вот травля абсолютно, давайте так скажу, большего количества населения Земли, когда, о, у нас яхты, о, у нас, значит, это Дубай, значит, там, у нас там по десяток машин, а почему нет у вас? Вот, потому что все люди разные. Еще раз повторюсь, социальные предпосылки разные и так далее. И сравнивать себя с другими, ну, это, скажем так, путь к тому, чтобы ваша кукуха поехала вместе с ней и, соответственно, превратилась все в девиантное поведение. Дальше. И, конечно же, это то, что происходит, это как раз, когда человек, он теряет самого себя и заставляет сам себя подчиниться именно культурной диктатуре. Вот, поэтому вот здесь очень интересный момент, который он выстраивает для себя, это как раз конформность, то есть уровень, вот смотрите, давайте так, вот у нас с вами есть цели и средства, культурные цели и институализированные средства. Теперь, что такое комфортность? Да, вот у нас, где мы можем поставить плюсики и минусики. Комфортность это, когда у нас с вами мы соблюдаем культурные цели, мы все с вами движемся в светлое будущее и для этого есть все очень классные институализированные средства. Мы два раза ставим фактически плюс. Инновация происходит тогда, когда вы в цели у вас совпадают, а, например, средства нет. Вот инновация это вот как раз обратите внимание, инновация это может быть что-то хорошее, а может быть что-то плохое, то есть инновация, когда вы идете в обход правил, чтобы достичь цели. То есть вы сражаетесь неофициально и вот тот же самый пример из кондитер-шеф, потому что там Ренат Акзамов говорил о том, что вот вы должны победить там вот этот вот условно говоря кстати тоже очень интересный момент обратите на психологическое состояние всех участников уже под конец шоу. Да, то есть они там говорят о том, что типа там в начале миллион вы получите, миллион рублей там и прочее, прочее, прочее. Но они проходят настолько выматывающие эмоциональные испытания, что миллион это фуфло. Ну, давайте так, для меня миллион это невероятно большие деньги, но за миллион пытался бы я участвовать в той гонке, которой участвуют они, в жизни нет. то есть это абсолютно знаете отношение к людям очень-очень скотское, там было интересно посмотреть под конец вот эти вот участники, они, большинство из них задолбались, они такие да нафига мне вот этот вот миллион. То есть насколько я знаю это шоу еще пока идет, оно еще не закончилось, вот, но вот судя на ту последнюю серию, которую я видел, они как раз уже вымотаны, то есть они вымотаны морально, они вымотаны физически и в принципе то есть это вот как раз смотрите, это то, что в миниатюре будет показывать то, что происходит с обществом. То есть если все время постоянно показывать богатство, вот о нем богатство, смотрите, и при этом у людей нет ни средств, ни возможности достигнуть этого богатства, ну потом люди будут капец какие уставшие. то есть у людей будет просто изнеможение. Вот, поэтому кондитер-шеф это, знаете, миниатюре показывает, что произойдет с обществом, поэтому да, кондитер-шеф в этом плане интересно посмотреть. Если поощрять все время не самых хороших людей, которые действуют в обход правил, то конечно все участники под конец они устанут. Мягко говоря, решил я заменить другое слово. И инновация, смотрите, и то же самое кондитер-шеф инновация, например, вот инноватор Наталья, которая вместо того, чтобы честно поделиться со всеми едой, которую там она взяла для приготовлений, она как инноватор схватывает и все несет к себе. И дальше уже ни с кем не делится, потому что ей поставили цель, и дальше она не интересуют средства, через которые это будет достигнуто, поэтому инновация это тоже не самая хорошая история, и более того, это может быть как раз преступная инновационность. То есть преступники как раз тоже пытаются достигнуть каких-то определенных своих целей, придумывают для этого всякое свое. Но инновация может быть и хорошо, то есть здесь в зависимости от того, насколько у вас законные средства и насколько у вас законные цели. Дальше ритуализм, то есть когда вы соответственно регламентируетесь именно, то есть вы фиксируетесь исключительно на ритуалах, то есть когда у вас отсутствуют вообще цель, у вас есть вот условно говоря только определенные средства, которые вы делаете, но это понимаете это очень крутые бюрократы получаются как раз из вот этого всего, то есть и очень часто говорит как раз Роберт Мертон это происходит от того, что жизнь она становится очень-очень страшной, то есть человек, когда жизнь очень-очень страшная, у человека пропадают цели, это тоже очень чревато, и у него остается исключительный ритуал, то есть он знает, что в этом ритуале ему хорошо, что из этого ритуала его никто не попрет, здесь, кстати, можно привести такой вот пример с людьми, которые больны, ну, давайте так, слово болезнь, это очень, у которых есть специфическое восприятие ОКР, да, то есть которые ОКРщики, вот, тут они по разным тоже могут быть распределены образом, но, что у них получается, то есть очень часто это произошла какая-то трагедия большая, и вот они зациклены на одном ритуале, в котором им очень хорошо, в котором им самим комфортно, и они должны его проделать несколько раз, то есть это видео ОКР это отдельная такая тематика, но у нас здесь все-таки не про психологию, я просто вот говорю как раз как некоторая такая иллюстрация психологическая, но вот к социологическим аспектам, то есть здесь акцент именно на ритуале, то есть когда происходит прям какая-то полная жесть, вы уже даже не планируете вообще в своей жизни ничего, вы уходите в рутину, вот вот это единственное ваше спасение, вот это как раз ритуализм. Дальше, что еще может возникать, уже вот смотрите, у нас был плюс-плюс, то есть это комфортность, у нас может быть плюс-минус, это инновация, то есть плюс это цель, средство это минус, ритуализм это минус и соответственно плюс, есть еще бегство, это у нас все минус, то есть когда у нас нет целей и нет средств, то есть мы фактически отрываемся от общества и говорим, что нет, я с вами какую-то цель разделять не хочу, у меня для этого нет никаких вообще средств, очень часто сюда будут относиться тоже именно как раз девиантное поведение, которое здесь будет присутствовать, то есть то, что люди в принципе сами по себе они будут страдать именно вот они будут бежать от общества и Роберт Мертон говорит о том, что либо это может привести к тому, что те персоны, которые занимаются бегством, оно будет возможно превращаться как раз знаете, как диоген Синопский какой-нибудь, который жил там в бочке условно говоря, там испражнялся на улице, вот он кстати, вот он такой вот прям классический пример, он классический пример вот этого бегства от цели и от средств, то есть он говорит вот, ну и там же у них был призыв, у кинников циников у них был как раз призыв, то что переоценка всех ценностей, поэтому кинизм там какие-нибудь красивые истории как раб выкидывал, значит все имущество своего господина и прочая-прочая-прочая история, то есть вот они как раз отвергали цели и средства, но при этом говорит Роберт Мертон, что вокруг них может при отрицании целей у них вокруг них могут формироваться иное, то есть они могут становиться источником для того, чтобы вокруг них формировалось девиантное поведение, они могут становиться лидерами, ну собственно говоря, как и случилось с до сократии, прошу прощения, с кинниками, они как раз уже были после сократа, вот как с ними и случилось, они же просуществовали просто тысячу лет, еще как философское течение, то есть достаточно долго, вот, и вот казалось бы на этом стоит остановиться, но Роберт Мертон, он не останавливается, он говорит еще о том, что у нас с вами есть плюс-минус одновременность, то есть это последняя такая, скажем так, вид мятеж, это как раз мятеж, то есть смотрите, при мятеже что происходит, при мятеже происходит отбрасывание старых норм, старых институтов как таковых, но есть какие-то цели более высокие, да, то есть другие отличные, то есть цели есть, институции есть, но уже свои, вот, это то, что как раз связано с мятежом, и так далее, то есть вот как раз именно по этим пунктам он и говорит. Что интересно, вот он перечислил, то есть это, скажем так, виды, виды того, как человек может сам по себе приспосабливаться. И вот теперь несколько таких вот замечаний, потому что которые он говорит, что в нормально, вот обратите внимание, когда у нас есть нормально работающее общество, в котором цели, средства, все совпадает, вам все приносят удовольствие, будете ли вы это, скажем так, скидывать на удачу? Удача и суеверия по мертвому появляются только тогда, когда у человека нет уверенности в завтрашнем дне. То есть, смотрите, при нормальной институции, такие, ну да, вот я поступлю в университет, дальше, кстати, давайте я уже расскажу тоже свой личный опыт, у меня в детстве, я вот прям, ну не в детстве, уже в школьное время, будучи абитуриентом, мне вот прям, знаете, хотелось там поступить в университет, заниматься философией и так далее, сейчас хочу ли я получить кандидата наук? Нет, не хочу. то есть, где-то я очень прям, ну, то есть, для меня вот эта вот научная институализация, это система, которая лично для меня, она не работает, она неинтересна, и я понимаю, что вот ради нее я не хочу, то есть, давайте так, хотелось бы мне написать приличную, хорошую научную работу, безусловно, только понимаете, извините, пожалуйста, мне на что-то надо жить, существовать это время, пока я буду писать эту работу, институции не способны, скажем так, профинансировать, помочь материально и так далее, потому что аспирантская стипендия, ну, извините, это там вообще не деньги, то есть, я, кстати, помню, у нас было, когда я учился в аспирантуре, там еще не было того, что вот аспиранты, у них есть стипендии, есть бесплатные, проездной билеты, вот у нас тогда сумма на месяц, как раз она уходила на оплату проездного билета для того, чтобы доехать до университета, вот, и вот теперь обратите внимание, то есть, это была минутка моей такой критики вот этой вот социальной, социальных институций, поэтому цель есть, да, скажем так, стоит ли оно того, нет, не стоит, по крайней мере, на данный момент, и вот теперь смотрите, это очень хороший пример для того, чтобы как раз поговорить о том, как возникают суеверия, то есть, суеверия именно возникают, типа, повезло, не повезло, обратите внимание, в всяких разных маргинальных кругах очень развитые игры, которые связаны с азартом, с удачей, с судьбой и так далее, то есть, это все то, что с одной стороны можно попытаться предсказать, ну, прям, попытаться высчитать, но, понимаете, это все равно чаще всего люди начинают играть в азартные игры, вот я, кстати, сказал тоже про каперство, когда люди, например, начинают ставить, да, делать какие-то ставки на что-то, начинают именно играть и при этом очень часто бывает это связано с тем, что реальные социальные институты не работают, и вот тут, да, момент, что любые суеверия, и вот здесь, ну, как раз Мертон об этом говорит о том, что приходит какой-нибудь консерватор и начинает рассказывать миф, у консерваторов есть два типа мифов, значит, у консерваторов есть миф о том, что это все заложено в человеческой природе, нищета, бедность и так далее, то есть, вот вы нищие, потому что так положено, там, перечислите, что угодно, можете там поставить понятие бога, еще что-нибудь, консерваторы очень любят, то есть, вместо того, чтобы заниматься реальными делами и так далее, ссылаться на бога, говорить о том, что это заложено в человеческой природе, там, нищета, бедность, преступность и так далее, ну, действительно, понимаете, можно же все свалить на бога, можно же самому ничего не делать, там, причем, очень сильно не люблю консерватизм, но, неважно, вот, и вот здесь как раз Роберт Мёртон, он как раз об этом и говорит, то есть, очень часто миф, который используется, это либо то, что заложено в человеческой природе, и от этого нельзя избавиться, и второе, это, ну, завтра, вот завтра, вот еще чуть-чуть, подождите, вот, то есть, когда нечего предъявлять, это то же самое, когда, знаете, какой-нибудь человек пытается осрочить дедлайн и говорит, ну, пожалуйста, вот еще денечек у него, на самом деле, там еще конь не валялся, но он, по крайней мере, вот, пытается как раз вот это вот все сделать, вот, и это как раз то, что происходит, именно, если мы говорим про консерваторские мифы, которые совпадают с разного рода, с разного рода, например, суевериями, да, то есть, в таком виде общества, то есть, очень часто начинают работать суеверия, в таком виде общества, да, которое атомизировано, достаточно, которое находится в состоянии анамии, которое находится в состоянии раздробленности, очень легко, то есть, вместо того, чтобы проявить, скажем так, как связь между тем, что институты как-то не так работают, и если мы попытаемся чуть-чуть исправить институты, сделать чуть-чуть лучше, если мы попытаемся это чуть-чуть сделать, то у нас все получится хорошо. И к этому можно приложить усилия. Это стоит того. Но людям очень легко сказать, это Бог, это Божья воля, это вот Бог так захотел, и при этом самим не прилагать какие-то, либо это какие-то там астральные сущности, вот так вот все решили за меня и так далее. То есть в такого рода обществе, скажем так, коэффициент на суеверие, он гораздо больше, чем в обществе, которое регулирует свои институции. И при этом вот он дает очень интересную оценку, он говорит о том, что нет определенной корреляции между бедностью и преступностью. В бедности ничего страшного нет. И большое количество примеров, когда вот человек бедный, он как-то пытается справиться, но при этом не идет по преступному пути. Но вот когда начинают вот это вот подогревать, бросать вот эти вот денежные дровишки, скажем так, в костер бедности, имеется в виду образы, давайте так, образы денег, образы того, что вы не такие, процент преступности, он сразу же будет повышаться. То есть это вот история о том, что и, да, если мы говорим про богатых людей, богатые люди очень часто бывают так, что они хотят хвастаться своим богатством. Ну это же приятно, это вот у меня роскошный замок, вот у меня там еще что-нибудь такое. Челядь, смотрите, вот как бы как я живу, вот я сейчас выйду в прекрасных, дорогущих одеждах. и так далее, это, естественно, очень сильно будет приводить людей к фрустрации. И, в частности, это будет приводить людей к и преступному поведению в том числе. Ну и, конечно, самое главное здесь, что стоит понимать, что вообще все начинается со семьи, как социального института. И очень часто, когда родители, они не могут себе, например, позволить какую-то карьеру или еще что-то, да, то есть это то, что особенно происходит и очень хорошо видно в бедных семьях. это как раз то, что родители, то есть, например, родители в детстве или уже во взрослом возрасте хотели стать балеринами, хотели стать художниками и так далее. Ну, вот детство как-то не сложилось, вот, соответственно, жизнь закрутилась и так дальше. Дальше они начинают просто мучить своего ребенка, «А вот теперь давай балетный класс, вот теперь давай там, значит, получай вообще все медали, езди на все вот эти вот шоу там и так далее, если мы про балет говорим или про спорт». И по большому счету проблема заключается в том, что очень часто, так как это является целью родителей, они начинают погребать под, скажем так, завалом своих желаний, своих же собственных детей. Здесь надо помнить о том, что дети, они не являются собственностью. И тем более у детей могут быть, точнее так, не могут быть, а они у них есть свои собственные желания, свои собственные амбиции, и это нормально к тому, чтобы прислушиваться к детям, а не навязывать им свое собственное желание. Взрослые люди, они свою жизнь уже выстроили, но очень страшно, когда они вот в этих рамках начинают выстраивать жизнь детей, и они хотят от них то, что они не смогли сделать сами. И это очень-очень часто видно, особенно, например, в бедных семьях, ну, по крайней мере, по Мертону. И вот здесь тоже очень важно понимать, что ребенок, да, может прожить счастливую жизнь без достигаторства. и вообще, то есть здесь очень важный момент, насколько чего вы хотите в жизни, насколько чего вы хотите в жизни достигать, нужно ли вам это. Даже взрослые люди, они не всегда могут сказать, чего точно они хотят, что точно они хотят, чего они желают, чего они жаждут, что уж тем более, скажем так, требовать с ребенка. Поэтому задача взрослого это не проецировать свою какую-то неуспешность, да, причем понятие успеха, мы его коррелируем именно в отношении других. Но здесь тоже очень важно подумать, что в отношении самих себя можем быть достаточно успешны, самодостаточны. И понимая это и принимая это, восстанавливать институции, если вдруг они не работают, восстанавливать институции, восстанавливать порядок и очень-очень важно получать удовольствие от того, что вы делаете и вообще самое лучшее, когда вы понимаете то, зачем вы это делаете. А вот если это все получается, когда вы не знаете, это говорит скорее не о вас, а о состоянии общества в целом. Но каждый случай, конечно же, в случае каждого общества, как и в случае каждого человека, он индивидуален. Ну а я индивидуально требую от вас, требую прям эти мои собственные тоже пожелания. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, не пропускайте новые видео, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, можете написать ваше желание, что вы, может быть, хотели бы в жизни достигнуть в чем-то, может быть, вы разочаровались или же не разочаровались. Поэтому обязательно, я могу честно вам сказать, что какая бы институция, я только что сказал, что кандидатскую не очень хочу писать, там еще что-то. Проблема в институции. Я могу сказать, что тот выбор, который я сделал, когда был в 10 классе, во пользу философии, я в нем не разочаровался до сих пор. И отчасти одна из задач моего канала постараться привить эту любовь вам и показать вообще, что философия, она тоже может быть не институализирована, но при этом она может показывать именно определенные аспекты счастья. Она учит думать и размышлять. А это всегда ведет к чему-то лучшему. Вот, поэтому философии разочароваться нельзя, поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и до новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok